как обычно всем привет вот у нас тут последний разговор на тему разработки на бетончике и этот разговор я веду в жизни первый раз значит у нас никогда столько времени не было в втором семестре чтобы разговор доходил до публикации вот я не очень знаю какого размера получится лекция потому что у меня план не готов вот я тут все утро осваивал разные инструменты но я думаю что основные какие-то вещи мы с вами сделаем собственно лекция последняя по ней не будет домашнего задания потому что уже времени на это нету и в семестром проекте публикация не предусмотрен собственно у нас две темы публикации и continuous integration причем continuous integration мы глядим одним глазком хотя это довольно забавная штука вот у меня есть настроены continuous integration на вот этом сам на source хате давать вот его то и покажу наверное надо начать с него значит начну с неприятного объявления ну как неприятного значит source хатс все это время был совершенно бесплатным проектом для пользования бесплатно для хостинга вот но разумеется не будучи никакой крутой конторы а будучи инициативным проектом 1 1 конкретного человека понятное дело что бесплатный проект для всех требует дикого количества админ и какой-то монетизации туда пришли дикие майнеры начали майнить свои биткоины прямо вот на том самом continuous integration который мы сейчас сегодня поговорим ну вот ну и в общем дрю решил что он будет тихонечко он переходить на платный сервис там типа два доллара в месяц вот но это означает что как бы халяву больше не будет тем не менее проект сам по себе свободный то есть кто хочет может взять написан на питоне вот все вот это весь весь сорс хат так что кто хочет может его задеплоить возможно я это сделаю летом не будет свой 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 маленький сорс хатик ну если конечно же хватит рук и время вот так что не знаю насколько в дальнейшем мне на сорс хате придет ну как бы будет удобно что-то делать видимо как получится вот значит это что касаемо новостей про сорс хат и тем не менее у меня вот на на нем как раз настроен примитивнейший сей на другом проекте котором не показывал вот с него то мы и начнем значит что такое ся фактически ся и continuous integration это примерно то чем мы с вами занимались когда настраиваю дует то есть смотрите я уже говорил про про нет не гид я уже говорил про то что с моей точки зрения отвалились отвалилось понятие автоматиз автоматической сборки в питонных пакетах по двум причинам причин первая состоит в том что понятие сборки такому классическому питоновцу знакомы не очень сильно да если вы только не пишете ваш проект целиком на си я кстати такой сейчас покажу вот да и поэтому инструмент сборки не так важен мы говорите там какой-нибудь python минус m build у вас все само как волшебным образом складывается куда на это первое и второе в действительности классический девопс то есть разработчик который пишет код и значит девелку заниматься дел сам внутри своего гид репозиторий не занимается тестированием проверкой синтаксиса в смысле не синтаксиса код стайла вот этим всем тем более он не занимается проверкой диплоймента да особенно если это довольно большой страшный проект и его диплоить это целое упражнение вместо этого он настраивает свой гид таким образом что при проявлении появление определенного по определенной активности вот в этом самом ките например просто при каждом пуши или при появлении определенного тега или при определении определил при появлении определенного подписанного то есть такие уровни секретности на каждый пуш на любой тег и только на подписаны так там куда он пушит запускается какая-то автоматика который говорит так чувак подписал так это наверное релиз его проекта давайте мы сейчас попробуем запустить все мыслимые и немыслимые чекеры попробуем установить этот проект куда-нибудь в изолированное окружение в культе виртуал очку запустить там тесты его собственные внутренние и в общем как-то его всевозможным образом пообихаживать соответственно вот все что мы делали с помощью дуэта в действительности происходит не у нас не с нами а мы должны только для этого предусматривать всякие конфигурационные файлы почему я тем не менее остановился на дуэте рассказывал про то как это самому делать потому что в случае когда мы предусматриваем какие-то конфигурационные файлы непонятно для кого это в общем знание такой серии незнания серии накопления фактов да для того чтобы где-то какая-то синдекс проверка запустилась нам надо какой-то какой-то и не файл куда-то положить . мы же с вами реально запускали и сами проверялки руками и автоматизировали этот запуск с помощью дуэта напоминаю это в нашем случае выглядит вот так вот вот чек вот пожалуйста проверяет проверяется проверять стиль да он вдует сделать вот вот значит в действительности я очень долго не не подступал к 7 континус интегрэйшн потому что она для меня было ну довольно довольно загадочный я сам ее загадочный я сам ее у как бы почти не тыкал потому что ну понятно все свои я не участвую в крупных проектах которые требуются вас да я сейчас при пакет сам собираю сам но в действительности ничего военного в этой теме нету да вот сорс хат про континус интегрэйшн говорит буквально следующее вот у нас есть сервис под названием билс билс ср хотел вот он говорит так смотрите у вас есть понятие и мышь это та операционная система внутри которой вас будет присоедать сборка вы можете определить много разных операционных систем внутри которых будет присоедать сборка у вас есть понятие таск заданием да ну вот давайте более более даже еще более ну вот очень простая штука у вас есть понятие имидж понятие таск понятие пакеты пакеты это пакеты той операционной системы которые вы ставите если это скажем archlinux то там будет инструментарий членусы для установки пакетов если там скажем винда то инструмент какой-то инструментарий винды для установки пакетов чтобы это не было я в этом нефти ну сорс хат винду не умеет а кто-то из билдеров умеет там гитхаб кажется умеет там в этом самом в ажуре что такое заводится вот понятие sources это откуда брать те исходники скан над которыми вы собираетесь издеваться и понятие задания задание как правило выглядит так что вы запускаете его то есть вы подготавливаете его дальше вы его собираете дальше вы его тестируете и что-то еще может быть делаете например публикуете публикация внутри сай тоже есть то есть фактически очень похоже на то что мы с вами делали вот за исключением того что все сложно в одну кучку да надо и образ виртуалки развернуть и пакеты в виртуалку установить инструментариям той операционной системы которые вы развернули и заклониться от следующий source и запустить задание по первичной настройки окружения потом запустить задание по сборке ну и тогда вот надо понимать что ся и сервис в отличие от всего остального ну как всего остального понятное дело что любой сервис будучи массовым требует много ресурсов но ся и сервис требует реально много ресурс для того чтобы одно единственное задание про континус интегрейтить нужно развернуть одну минимум одну виртуалку поставить туда набор пакетов до запустить всю процедуру сборки и вот это вот все здесь не исключено что вы хотите например собирать свое колесо питание не только для хронить линукс но и для винды и там еще для чего тогда вам придется вот таких вот образов делать много обратите внимание также на то что на самом деле вот здесь вот по крайней мере так это устроено в сорс хате но по-моему так то устроено практически везде по крайней мере в хитхабе точно вы пишете код на языке командной строки которые приняты на операционной системе ты будешь нашели фактически это это просто шел скрип такой небольшой данный проект что делает он собирает композитный менеджер свой для графической по системы linux вейланд такой более новый чем те иксовка с которым ровно ярочно работают вот это этап подготовки когда мы говорим пожалуйста устные все вот здесь вот посмотри на все установлены пакеты подготовь нам инструкции для автоматической сборки а это и старый этап сборки они как видите независим смысле они друг от друга зависит но сначала это потом давайте что ли папа покажу какой-нибудь проектик вот он вот значит этот проектик это пример модуля написанного на чистом си да только тест написано питание такой почти не тест вот далее питона к сожалению у нас была в планах лекция о патенте интерфейс но изложение пошло немножко в другую сторону возможно даже в более правильную сторону вот и это тем не прозвучал поскольку у нас последние лекции и все равно они меня ни к чему не обязывает я немножко расскажу также и про это по крайней мере покажу какие грабли вас ожидают если вы хотите писать для питона на си и наоборот какие бонусы ваши смысл этого проекта это написание обмазки вокруг такого сишной библиотеки которая называется по свд куция по свд поле паспорт кольки контрол контрол на питоне вот я не сначала написал на другом инструменте я написал его на госпе как он называется ну короче есть на самом деле для питона инструмент который на чистом питоне вы открываете до лёгки библиотечку точка со и из нее берете все символы все запускается но получилось очень небезопасно но реально передачей кривых параметров можно было уронить в коридом программу на питоне что в общем не рекомендуется делать поэтому я на это дело забил и переписал все на си что умеет по свд куция умеет генерировать у правильные пароли вот кстати вот типичный пример хорошего годного пароля который реально обладает высокой крипто стойкости кажется что это очень простая штука но действительно флюид плюс эвит подчеркивание мол вы можете сразу придумать что это за флюиды а видно и такие значится столкни незнаком а отлично такие энергические флюиды в большом магазине да как бы вот такой вот человек прибежал и бегает по магазину значит потому что вот вам и все в этом весь пароль тем не менее крипто стойкость у него довольно высокий потому что лаварь довольно большой и удельная удельная вероятность появления одного вот такого символа в словаре очень низкая соответственно это хороший годный пароль вот а еще посуда qc умеет проверять крипто стойкость пароля вот ну собственно вот есть документация на его публичные функции коих у него раз два три 4 5 6 штук вот вот этот последняя значит вот это последний на самом деле нормальный публичных функций только две последние которые рандом это пароль а человек это которая проверяет все остальное внутренние функции которые нужны для работы ну вот вот как выглядит код для этого модуля еще раз повторяю эту код написанный носить для модуль написано на пальце вот вы инклюзите python . h вы определяете некоторый новый тип новый объект то есть объект нового типа вот это определение объекта нового типа носить питание вот это блок параметров для нашего папа свадеку c вот и выпущу пишите программу на оси которая давайте ее побольше сделаю тут я поскольку да да для c python именно так то есть этот это не трура смотрите мне кажется что да вы правы именно для c python это только для питона который написан носи разумеется вот если скажем вы делаете жайтон или пыпы то я не знаю каков механизм запуска бинарных модулей в пыпы или в жайтон может быть он есть а может быть его нету я не следует отвечаю на вопрос это только для c python модуль или для любого вообще питона думаю что только для c python это надо правильно вот итак вы можете описать достаточно простым образом добавив нужный заголовок новый тип данных питоновский вы можете дописать достаточно простым образом функцию которая работает с питомными объектами все объекты в питоне типа поем жиг то есть поскольку вы пишете на си никакой четкостовой типизации у вас нет под руками и и приходится имитировать ну как имитирует реализовывать непосредственно руками вот поэтому все объекты в питоне типа пойдет же поем жиг вот а вы просто с ними работаете вы проверяете является ли данный объект действительно нужного вам типа вот где-то тут должно быть какой-нибудь там чек нет похоже что нету у меня здесь а вот пожалуйста да да ну это проверка является ли данная строка юникодный мы неважно важно что для того чтобы работать с на сис проект с питомными объектами они все поем жиг вы проверяете их тип вы можете вполне легко пользоваться их методами естественно вот и более того вы даже можете заполнять всякие штуки типа док стринга вот например док стринг к типу который называется конфиг то это просто это просто такой такая структурка носить обращаю ваше внимание кто давно как я например давно не учился вот все есть произвольные инициализаторы полей с очень давних пор на самом деле не знаю почему я на это наткнулся только три года назад вот то есть можно не все поля структурки инициализировать а только тех про которые вы явно скажете который чем рано вот ну и собственно весь питоне инструментарий у вас под руками вы можете пользоваться функциями которые преобразуют объекты вы можете пользоваться функциями которые работают непосредственно с питонными объектами так дальше единственное главное что вы должны обязательно и очень аккуратно соблюдать пиша программу на си для питона и это референс каунт фактически вы если вы написали неграмотный референс каунт вы написали модуль который будет пожирать память или zero dereferency или треш дереференсить или еще как-то сик фолтится короче говоря вы написали то что на питоне считается абсолютно нерабочий нерабочим кодом референс каунтером причем советую если вы собираете вот сторону смотреть почитать соответствующую документацию сейчас я не буду на этом останавливаться референс каунтеры тот самый это само управление память которая значит которая в питоне собственно безопасно и все такое да вот тут за безопасность следите вы в частности во многих случаях надо сначала увеличивать референс перед тем как создавать объекту создали объект тут же увеличили река рифкаунт про него поработали с ним уменьшили рифкаунт вот я увеличил рифкаунт зачем я увеличил рифкаунт чтобы на время ad object он случайно не за референс не за не за дик референс ниже нуля сходил в ад обжиг а то мало ли что может быть там произойдет подмена одного имени на другого и у нашего объекта последняя ссылка исчезнет а так она будет хотя бы еще одна сходил в ад обжиг выяснил что все хорошо удалил удалил а нет выяснилось что все плохо что ад обжиг завершился с ерундой какой-то тут же поди крифил потому что выяснилось что нам не нужен этот объект вот ну заодно еще и return ну короче вот какие-то такие картинки не буду дальше углубляться в код да лучше покажу как что происходит дальше с этим с этим объектом с этим проектом с этим проектом дальше происходит следующее он собирается make файл нет он собирается не моих файлов он собирается с помощью сетапы извините и тут начинается тут начинаются упражнение во первых я так понимаю что пока что нельзя собрать проект носить с помощью сетапа кфг а во вторых я воспользовался питоном как питоном ну проекте этапы на питоне же написано и вот это фактически у нас аналог сетап кфг такой более-менее примитивный а вот это это собственно код на питоне который делать следующую вещь везде приходится устанавливать development пакет от питона я к тому что если вы программируете на питон носить для питона вам нужен development окружение для питона то есть вот как говорит андрей сейчас липой там 3d ну и python 3d вилл по моему называется этого в альтлинуксе или пальто 3d не помню точно да конечно напоминаю также чтобы эту тему все-таки закрыть что зависимости на не питоне и не пупы не пупышные пакеты считаются немодными и тут есть такое темное место поэтому я в него не хочу вдаваться с ним надо разбираться гораздо дольше чем у нас есть времени здесь я немножко по упражнялся да вот какую тему как будет работать как будет работать этот самый модуль вот он это собственно ну давайте вот как будет работать самый модуль ну во первых с этап 3 build делает из него бинарник он просто видит что у нас в исходниках есть файл по свода qc . да дальше он обмазывает его всеми нужными для питона параметрами при сборке и делает библиотечку вот она вот делает библиотечку вот она которая является одновременно питоне модулем вы я думаю такие видели уже в дистрибутиве питона вот где же а потому что вот так ну вот они это все библиотечки вот хорошим тоном считается оформлять такую библиотечку с подчеркиваем но это в том случае если вокруг нее есть еще есть еще обмазка который называется tools или traversal или там при ординг написано на питоне да а это к ней сишный сишный этот самый а вот если вы просто пишите модуль который написано носи чисто да то вот он пожалуйста там сип . по это вот модуль написано чисто на телес бар как который просто ходит к библиотеке любви вот так вот так же наш и наш наш модуль вот он это просто библиотека вот которая ходит к нашей любви по свд qc установлены в системе и в общем с ней все хорошо мы даже можем сейчас это был билд давайте попробуем что у нас в тесте а вот у нас есть тест смотрите что делает тест тест добавляет в список пас вот этот самый билд ли бруже чтобы проверить что чтобы при импорте библиотеке она бралась именно отсюда вдруг у нас системные есть нет пускай сюда вот значит во вторых он берет всякие настройки по свд qc вот и берет несколько паролей и проверяется насколько они хороши сразить с различными настройками настройками жесткости проверки а также генерирует случайный пароль где-то тут вот как видите с разными настройками вот этот пароль например с жесткими настройками не проходит а с не жесткими настройками отлично проходит нет нет ну короче вот видите да что чем жестче чем жестче параметры вот это описание блока параметров до тем больше на нас она ругается чем легче параметры вот описание блока параметров тут они гораздо меньше тем меньше у нас ругается вот этот пароль например проходит полностью вот ну и случайно пароль она где должна была сгенерить а вот он вовеля пил опил бак нормальный пароль вот привлекательный гласный олень значит ну вот тест до обращаю ваше внимание что для тестирования был неплохо чтобы им портал с тот самый модуль который лежит вот здесь поэтому тут вот так написано да ну и дальше какой-то все хорошо за одним маленьким исключением это одно маленькое исключение вот представьте себе себя на месте пользователя который говорит пип инсталл пас в декуце которому приезжает ну давайте мы сделаем вилл они да давайте сделаем нет погодите вилл не будем пока делать вот в котором прижать вот такой модуль в качестве питания пакета и этот модуль зависит от библиотеки припас в декуце который в системе может и не быть и тут у нас получается либо мы пытаемся поставить зависимость на наличие в системе не имеющую никакого отношения к питоновским пакетом файлы ну да в данном случае библиотеки и без нее работать не будет ли над что-то делать вот что мы можем проделать мы можем взять и вместе с нашим модулем носить который написан для этой библиотеки собрать кусок этой библиотеки тем больше что вся она нам не нужна а вот потому что книжки собираются утилиты тип той который я запускал который повыку ген вот это все нам не нужно нам нужно только библиотека и тут начинаются некоторые упражнения упражнению номер один упражнение номер один состоит в том что мне нужно в дерево исходников втягивать еще из под модуль так называемый гитовый из собственно репозитория этого самого библиотечки по свой декуце соответственно когда мы что-то собираем да мы должны сейчас я попробую давно это не делал а зря нам нужно попробовать собрать эту штуку в среде в которых а я скажу как где это делается вот это первое значит второе мы должны обеспечить для с этапы набор исходников добавить в него помимо вот этого еще какое-то количество файлов которые в этом посадок c содержится давайте попробуем начать это клон это как то ну вот он тут есть да вот вот этот пас в декуце у нас сейчас лежит деревья исходников напоминаю что это под модуль поэтому поэтому он никуда не 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 уезжает не публикуется и вообще ничего вот просто значит дополнительные исходники вот значит я проанализировал моих файл от этой штуки выяснил какой выяснил какие файлы из каких файл состоит библиотека вот даже не так я его не проанализировал я написал скрипт который он проанализировал но чтобы ручками это не делать открываем make файл смотрим строчку вот это означает что библиотека понятно да вот она библиотека собирается из этих из этих из этих файлов отлично значит это файлы на файлы . а соответственно у них есть файл . си соответствующие они полностью соответствуют по именам одно друг другу слава богу поэтому просто берем смотрим какие у нас есть объектники превращаем их в исходники просто путем замены о на c вот эти sources все добавляем в набор то есть мы говорим что у нас теперь расширение нашего с этапы в библиотечке по свд qc выглядит не так что у нее там нужная библиотека и исходники а так что нужных библиотек нам ставить дополнительных не надо зато у нас есть sources который мы только что вычислили вот они но еще наш файл по свд qc .c вот из этого всего надо собирать библиотеку и так она тоже работает сейчас я попробую показать просто для этого мне нужно деинсталлировать а это легко сделать надо просто девел библиотеку свд qc инсталлировать мне кажется этого будет достаточно а может и нет короче нет здесь это делать не буду сейчас сделан на машинке в которой посуду qc просто не вот вот такое некоторые хитрые завращения которые приводят к тому что если библиотека по свд qc в системе есть то мы пытаемся собраться с ней есть от нее нет 2 версии то сам себя злобно братья а вот если библиотеки свд qc в системе нету тогда мы пытаемся собрать эту вобрать эту библиотеку в питоне модуль это все работает сейчас покажу вот отвечаю на вопрос андрея компиляции исходников на си нужно ли какая конфиг минус и флакс ну да только . 3x я не знаю обычно это делается как бы немножко самостоятельно то есть когда вы сетап запускаете этот сетап и сам определяет он сам ходит пкг конфигу и вот это вот я думаю привезла именно от него вот это вот вот пожалуйста вот вот эта вот строчка практически наверняка ну вот это по крайней мере практически наверняка приехал от только же конфига точно вот то есть эта штука стопы делать за вас но если делать и все 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 руками туда нужно так сделать потому что мало ли где у вас инклюнике лежат то же самое кстати и с библиотеками ну да 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 совершенно справедливо вот тут тут андрей говорит что поскольку мы не знаем называется он 3 или 3 9 или еще что-то вот ну в антиноксе все проще как видите пайтон 3 достаточно то есть не нужно особо субмажорную версию указывать достаточно мажор вот значит и так вот этот извращенный сетап и которая тут на хакал он будет одновременно он будет хорошо работать если есть библиотек в системе и он будет хорошо работать если ее нет просто больше себя вот что у нас я надеюсь что ничего не похакал ничего не похакал примерно так это работает за счет мы с вами уже видели как собирается билд мы можем сыграть колесо кажется вот фишка в том что в это колесо положится наш вот этот собранный ну вот колесо наш собранный библиотека и метафайл все больше ничего не ее и не нужно совсем вот вот это плохое негодное колесо почему она собрана в окружении в котором есть в котором есть во первых она только подлинок но это ладно не страшно вот но главное она собрана в окружении в котором есть или по свадеку цель и стало быть все люди у которых его нету будут страдать для того чтобы показать как это собирается с помощью сей давайте мы его просто настроим как пишут как пишет сорс хат на этот счет да он говорит ну вот положите вот такой вот это называется манифест для сборки а уж если вы его назовете этот манифест . билдин земли то сорс хат на каждый пуш на каждый пуш будет производить те действия которые в этом билдим или описаны что здесь описано значит я буду пользоваться дистрибутивом debian testing в прекрасной вселенной будущего где у меня будет свой собственный сорс хатик здесь будет естественно альт линукс но пока ничего такого нету значит что нужно нужно поставить python 3 дев нужно поставить патентри стоп туз нужно поставить гцц и нужно поставить патент ревилл кстати сказать андрей вот это набор для дебиана я думаю что любого то он тоже вполне недостаточно вот этих четырех пакетов достаточно чтобы все это работает здесь я указываю шорси откуда все скачивается и у меня есть две стадии у меня нет стадии с этап вот потому что ну и и не ну как бы слишком маленький проект вот мне сразу стадии милд где мы выполняем вот ту самую команду вот и у меня и стадии вилл который собирает колесо обратите внимание что в список а зависимости не входит либо с в деку цедивилл и это значит что у меня сетапы отработает по второму сценарий давайте посмотрим что будет если а сейчас вот что будет если а сейчас что-нибудь изменю мы не знаю это это рабочий проект не хочется не менять а с другой стороны а потом откачу я потом откать давайте что не применяем в нем чтобы просто посмотреть как это работает да но например что это такой запросить не знак а так надо да так надо так хорошо здесь не будем ничего менять ну не знаю надо что-то поменять такое чтобы вот ну вот потом откачу значит я делаю гиппуш и поскольку у меня есть вот такой файл в репозитории я сейчас вангую что мой сборчик вернее сурхат среагирует на это автоматическим запуском вот этого ся и ся и скрипта вот видите он говорит ой у вас там есть для ся и некий некий манифест мы сейчас его дёрнем вот сходите вот сюда тут все должно быть написано давай сходим вы сюда раздел сетап состоит в развертывание операционной системы вот она ставится 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 операционная система поставилась операционная система поставились все нужные пакет до заклонился соответствующий репозиторий раздел build это мой раздел build собственно запуска запуск задачи build обратите внимание опять на стаб 3 билд пошло по другому пути потому что он не нашел библиотеки пасвд куце в системе и стало быть он видите собирает кусочек пасвд куце из исходников дальше он собрал из него модуль и и дальше у меня есть раздел вилл соответственно он собрал вилл вот этот велл интересно где он боюсь что нигде а жалко ну сейчас попробуем до него достучаться в этот велл это хороший годный вел потому что в нем эта библиотечка содержится внутри в бинарнике так чем не здесь не хватает мизить не хватает публикации но к сожалению нового значит к сожалению мы ее опустили и ладно ладно значит как туда раньше можно было туда зайти прямо с решелом сейчас мы это попробуем попробуем найти в документации секунду и наверное перейдем уже публикации ну ладно слушайте давайте не будем у нас время осталось не очень много в общем создать устроен так что если у вас упала упала сборка то вы можете зайти в вот в эту самую виртуал очку прямо сюда по саха и там посмотреть что творится вот я хотел забрать этот вилл чет я не знаю как его забрать давайте мы не будем напрягаться прямо сейчас пошли тебе не знаю вот андрей вы все немножко наоборот высказывайте значит цитирую вопрос андрея питомцы свой велосипед в виде пакета в л делают вилл в смысле вилл делают вместо сборок нативных для ос пакетов софта значит для того чтобы собрать допустим модуль питона для скажем так трех базовых дистрибутивов еще вашего любимого дистрибутива да там какой-нибудь базовый дистрибутивы какие у нас большие да там какой-нибудь arch какой-нибудь какая-нибудь fedora и какой-нибудь какая-нибудь у бунта плюс ваш любимый дистрибутив альтин вам нужно уметь а собирать четыре разных вида пакетов совсем разных вот понимаете да в результате у вас получится четыре совсем одинаковые библиотеки ну или почти одинаково собранных просто в четырех разных окружений которые работают во всех четырех примерно одинаково требовать от девопсов на питоне умение собирать пакеты под разные линуксы это ну одно из самых бессмысленных требований вот а автоматизировать автоматизировать пытаться автоматизировать сборку пакетов можно то есть я где-то встречал в разных системах си ай автоматическую сборку скажем рпм под редхат вот но это скорее профанация потому что получается штука ну все таки спектр файл это штука для людей они его читают они его пишут автоматически генерация спектр файла это уже как бы ну когда спектр файл это генерат да это в общем ну плохая идея ну и самое главное самое главное когда вы делаете пакет под операционную систему когда вы делаете пакет под операционную систему вы должны встраиваться в рабочий процесс обновления то есть этот пакет нужно публиковать в репозитории соответствующей операционной системы обновлять его соответственно быть завязанным на другие приложения и так далее если вы сделали пэм пакет и он нигде не лежит и вы предлагаете пользователю просто его поставить это большая проблема как мы с вами говорили давно мы об этом говорили поэтому может быть здесь люди и не очень понимают о чем речь это большая проблема если вы не предлагаете синхронизированную репозиторию репозитория настоящего линуксового вместе с вашим пакетом то вы делаете большую подставу потому что ваш пакет линкается скажем на липпсвдк у ци алиппсвдк у циуме не изменился там сонейм поменялся потому что там api change а у вас он со старым слинковым и пользователь который поставил ваш пакет из пакета начинает страдать да андрей все что ставится с помощью припин стал ставится мимо пакетной системы да обычная она ставится просто в виртуальное окружение в virtual environment да там пипен в тролливали все пип инсталл в некоторых случаях если вы деплоить какой-то деплоить какой-то сервис он остается из-под рута там в user local leap там python чего-нибудь такое да и то и другое это установка строго вне пакетных мест куда ставится линуксовые пакеты вот хорошо ли это ли плохо сейчас обсуждать не буду но я уже сказал если вы делаете пакет вы должны соблюдать всю полисе связанную с этим пакетом вот я буду делать пакет из вот этого липпсвдк у ци потому что для этого я его и написал вот но значит как видите еще даже не сделал такие дела только не для домашнего каталога для виртуального окружения данный вот значит давайте мы все-таки нас осталось не так уж много времени давайте все-таки вернемся к основной теме а то я как-то увлекся вот этой своей любимой темой в основная тема это публикация публикация значит на самом деле про публикацию очень хорошо написано ладно давайте закончим эту тему еще раз да андрей админ который ставит что-то глобальное это плохой негодный обмин потому что потом пользователи этим пользуются так не делается нигде за исключением продакшенов на которых должны приезжать четко определенные зависимости на четко определенные модули битона вот мы в прошлый раз говорили что у в зависимости на модули может быть там скажем четко определенная версия может не быть и и она может не быть в случае когда вы чё-то девелопите активно да ну за исключением ситуации когда вы хотите синхронизоваться с большой командой но если вы делаете продакшен какой-то дипломент то понятное дело что вы ни в коем случае не должны зависеть от того как обстрим внезапно обновил версию все сломал поэтому продажный дипломенте обычно очень четко определенные версии и это еще один еще один друг аргумент в пользу не пользоваться пакетами в таких случаях а пользоваться питоменскими колесами потому что колесо вы поставите конкретной версии а базовую систему например можете при этом обновлять вот но повторяю это только в продакшене то есть только там где шаг вправо шаг влево это значит возможное нарушение функциональности потом приходит значит этот самый тем лид говорит ну чё ребята давайте пилить новый продакшен у вас в тесте значит в тестинг приезжает все новые пакеты с новыми версиями а потом они приезжают когда-нибудь продавшим вот как-то так это устроено а то что вы описали действительно очень плохая ситуация вот так вот на самом деле очень неплохо процесс публикации описан прямо на сайте packaging python.org под названием не буду оригинальным packaging python projects тут описано как вы делаете пупы тут сетап кфг тут описано как вы делаете пп project омль это все нормальная штука вот дальше вещь с которой из-за которой я а не успел написать а сегодня план лекции здесь написано что надо делать redmi . md в действительности надо делать redmi . rst вот вот почему здесь написано md она там самым на пп требуется и рст и кто из них прав я не знаю но я очень надеюсь что правы правы те кто хочет рст потому что rmd . md очень 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 бедный формат вот я даже для этой цели даже написал свой собственный написал свой собственный переписал redmi . md . rst вот он же вот тут есть одна недоделка если нам хватит времени мы ее попробуем исправить но пока что она не доделанная вот эти образы эти этим этим картинки показываться не будут вы пишете rst файл redmi который будет опубликован на пп в качестве redmi вот вы соответствующим образом модифицируйте сетап кфг вот говорите что description будет вот такой вот вот обратите внимание на версию она у меня доросла уже 0 до 00 10 сейчас объясню почему вот ну и обновляете манифест чтобы в него входило все что должно в исходник входить потому что в прошлый раз мы явно не дописали манифестом много чего должно быть такого ну вот а все эти засовывайте ваш гид значит и и главное теперь если я скажу а если я скажу здесь теперь у меня в source distribution залезет довольно много нужных вещей ну скажем скажем так все вещи которые нужны для того чтобы этот пакет из исходников поставить вот туда привезли картинки которые лежат в док статике и apps rst туда привез привезли все мои картинки которые у меня лежат на сайте правда их не научилась публиковать поэтому может быть сегодня мы научимся с вами вот туда привезли оба редми это которое лежит видно в сорс хате это которое будет видно в пупы пупи вот туда разумеется прелез модуль ну короче и привет этот скрипт билды рек который в прошлый раз показывал который значит у меня определяет руками определяет сборочные зависимости все привет вот это вот полный дистрибутив а дальше что мы делаем дальше мы публикуем это все на пупи но да ну естественно нужна лицензия вот все все что нужно нужен нужен дист вот этот файл все все как дальше мы все это публикуем на пупи ну давайте мы сделаем еще и колесо тоже да а вот давай 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 делай колесо сейчас все будет она просто там ставит нужный модуль походу да совершенно справедливо уруро замечает что же для того чтобы включился маркдаун надо всего лишь сказать что контент-тайп у дескрипция маркдаун проблема в том что проблема в том что здесь нет этого не написано здесь написано что должен быть маркдаун по умолчанию на самом деле рст вот и все то есть чисто чисто вот не договорились кто из них кто так понятно спасибо так вот и тут возникает одна маленькая штука не очень хорошо если вы будете публиковать ваш пакет сразу в пупи ну мало ли он там недоделанный нерабочий это же мы с вами упражняемся чтобы поупражняться есть целый отдельный сайте который называется тест пупи точка орг вот а на котором надо зарегаться и вы отлично можете создавать на нем свои проекты вот нет неправильно нет неправильно дайте проект удалю потому что это тот самый который мы сейчас будем тот самый который мы сейчас будем монтейн монтейн делит прожиг кошмар кошмар удалю вы зарегистрируетесь на на базе когда вы зарегистрируетесь на базе вам приедут так называемые аппликейшн ки где они тут вот они аппликейшн токена вот это аппликейшн токен это такое огромное число секретное с помощью которого вы получаете доступ для публикации на для публикации на пупи я его сейчас пропалю этот аппликейшн токен потому что в действительности он временный и во первых во вторых он на игрушечном на тест пп который нельзя ничего использовать и в третьих я его после лекции просто отзову вот выглядит ваш аппликейшн токен вот примерно вот так страшная ужасная штука вот можно даже завести давайте его заведем чтобы весь весь путь так сказать пром проделать от начала до конца вот он да значит давайте попробуем это сделать что для этого нужно сделать для этого нужно нет это не оно вот для этого нужно взять удалить старый аппликейшн токен шбах и создать новый аппликейшн токен вот обратите внимание что когда вы создаете первый токен надо говорить что это токен не для конкретного проекта а для всего понятное дело что это будет такой мастер токен если вы пропалите то все могут сделать все вот ну в данном случае вот мы его вот давайте поменяем вот это аппликейшн токен которым мы сейчас с вами будем пользоваться так мне кажется мы сделали все для того чтобы можно было это дело публиковать для этого только надо еще нам сказать установить твойн а он уже стоит установить твойн потому что твойн это как раз утилита для публикации собственно вот давай что вы публикуете на ппп на ппп да значит обратите ваше внимание пожалуйста на то что я добавил примитивный категоризатор вам вот сюда вот вот он который ни о чем вообще ни о чем он говорит что это просто питон что это говорит лицензию говорит что он платформенно независимый это наш этот самый а бейс на тк интер написанный вот а значит я бы сюда какой-нибудь классификатор гуи добавить вообще определение классификаторов это такая нечеткая штука который который значит каждый пользоваться в свое неусмотрение да совсем без классификаторов плохо значит да так вот они должны быть классификатор вот надо поставить твойн надо сгенерировать два дистрибутива исходный и колесо этого достаточно вот больше ничего особо не нужно ну и собственно все можно публиковать значит мы напоминаю что мы с вами публикуем не в не в настоящий пп а в тест пп вот поэтому команде команде твайм надо сказать что репозиторий будет тест пп ну вот собственно вот ровно эту команду мы сейчас и запустим да вот этот самый дист два значит а а минутка извращений состоит в том что в качестве логина вы указываете слово токен с двумя подчеркиваниями а в качестве пароля указываете этот самый токен жух так и вот тут нас тут нас подстерегал подстерегло одно маленькое одно маленькая неприятность причем спасибо спасибо пп нас сразу послали в нужное место неприятность состоит в том что исходники по какой-то причине публиковать это тварь не согласил из из сходим по ссылке и прочитаем куда нас послали вот нас куда послали файл пп не будет публиковать ваши файлы если они уже есть в уже опубликованы с таким точным именем надо изменить имя скорее всего лучше поднять версию ppi не будет публиковать ваши файлы если они когда-то были опубликованы потом вы их удалили с тем же самым именем то есть поскольку у людей могут остаться зависимости на файлы которые вы удалили и они бы раньше были другие вы не можете подменить файл с одним именем на файл с тем же самым именем даже если предыдущий вы удалили даже если это тот же самый файл повторно публиковать его пупы не будет то есть python package index огораживает ситуацию когда вы загрузили файл с каким-то именем а потом вместо него загрузили файл с тем же самым именем навсегда в данном случае произошло следующее я удалил проект под названием под названием об из но даже после того как я его пересоздал с тем же самым именем в моей пословном по сложном списке записано что в течение моих утренних тестов вот такой вот файл а без 0 0 10 торгозит уже был опубликован и поскольку он был опубликован его уже могли скачать и все больше этот файл публиковать нельзя поэтому как это делается естественно мы просто обходим это путем увеличения на на вирус а я ночью html соберет но пускай собирает так вот он собрал вилл а почему не собрал не собрал мне здесь но сейчас соберет вот у меня волн а нет все нами все 011 11 отчета неправильно написанный дует файл неправильно написанный дует файл я ладно пускай будет так сначала и здесь потом еще вилл вот моя задача там было обоис 011 бинарный и исходный и вот сейчас публикация пройдет как по маску я надеюсь вот еще раз напоминаю это произошло потому что такой пакет с таким такой файл с таким имя когда-то уже один раз публиковал и все больше это делать не могу и это правильно иначе возникнет разночтение там надо их суммы проверить и так дальше ну что повторяем упражнение значит токен пропаливаем токен еще раз во все мы опубликовали свой пакет правда мы опубликовали в игрушечной этой самой инфраструктуре но разницы никакой на самом деле вот он это наш пакет a base 0011 вот это наш рст файл в котором как видите не работает не работают ссылки на картинки я надеюсь мы сегодня успеем эти ссылки на картинки тоже тоже с организовать это вот прям смотрите у него там все все как у людей у него есть классификатор у него есть я в качестве мантейнер у него есть я в качестве автора да у него есть homepage у него есть даже бак трекер потому что если вы помните мы такую штуку заводили а вы там регистрируйте все вот ссылка на бак трекер ну его можно скачать но дальше дальше все понятно да то есть обратите внимание что пипы на стол пипы на столу для того чтобы установить сюда что-то требуется вот такая вот фигня кстати а давайте это сделаем вдруг вдруг я чуть не дадил что для этого нужно для создать кукол сходить туда сказать теперь шел а даже не так сказать python 3 минус м лент . руро опять как человек который знает ответ на вопрос потому что в общем ответ не супер загадочный говорит нам что картинки из пакетов пипы не сервит грицами хочется вот ровно это мы хотим сейчас заняться а значит если успеем конечно да вот ну чё попробуем сейчас запипин ставить как нам советует а он говорит что пуфиглит и мы не можем поставить с этого а ну так давайте поставлю пуфиглит отдельно а этот отдельно вот обратите внимание на то что понятное дело что поскольку пуфиглита нету в вот здесь вот да он в основном репозитории то мы не смогли поставить этот пакет у него есть зависимости которые не удовлетворяются но если мы заранее поставим эти зависимости из правильного места потом поставят пакет все будет хорошо или если мы опубликуем этот пакет на пупы естественно все тоже будет хорошо ну а дальше что-то у нас он даже работает да так и это что касается публикации на пупы значит дальнейшее ваше действие это три вещи первое ну как бы если вы действительно разрабатывать ваш проект его надо публиковать конечно на пупы настоящим второе научитесь работать с ключами сейчас покажу где вам просто может довольно быстро надо есть каждый раз копипастить вот эту фигню в командную строку и это можно это можно как-то преодолеть сейчас посмотрю как а это да это это есть документации под войну вот это есть документации под войну то что хочу вам рассказать сейчас найдем сейчас найдем это вот это это тоже не то фронтер прайс это что это setup tools это тоже статус а где же твой ну давайте поищем просто так вот вот киринг значит дело в том что киринг у вас на самом деле вместе вместе с войном ставится вот и вы в принципе можете вместо того чтобы каждый раз руками указывать этот ключ запускать запустить киринг вот и подсунуть ему как в сагенте подсунуть ему распорольный ключик ну и в общем и вот и третье чего вы можете сделать чего показывать не буду это засунуть публикацию засунуть публикацию куда-нибудь скажем в пупы внутрь вашего ся и то есть грубо говоря написать вот такой же скриптик здесь написать паблиш и там написать всю вот эту фигню с этой фигней есть одна важная проблема почему я про нее вспомнил значит действительности публикация релизов и от хорошая штука ну правда вот у нее есть две проблем ни одна две мне сказал да единственные две проблема первая не каждый пуш это релиз и вы должны посмотреть внимательно правила того хостинг который вы используете в каких случаях то что вы пушите это просто какой-то промежуточный результат а в каких случаях это будет вашимся и восприниматься как команда по как минимум пересборки тестированию а возможно и команда по публикации куда-то дальше в разных случаях это устроено по-разному все сказать там покажется ничего такого нету или вы можете просто сами написать вот здесь вот это условие что если там что-то то пушить вот там условный пушит условные таски там точно есть вот а вторая проблема с автоматической публикации состоит в том что вы можете очень очень легко пропинать свой ключ потому что например а помните когда мы где она тут когда мы деплоили тут прям вся команда писались если здесь напишите пуш тролли валя с таким-то ключом этот ключ тут тоже напишется поэтому поэтому на сорс хате есть прям отдельная тема которая говорит ребята смотрите у вас если вы в командной строке используйте ключ вот ну во первых не надо его использовать непосредственно в командной строке во вторых вы его пожалуйста зарегистрируйте в специальном месте где хранятся ключи и потом на него ссылайтесь но даже в этом случае все равно пожалуйста огораживайте ваши сценарий ну скажем вот когда вы пишете вот вот такого рода сценарий да прям пишите здесь set минус x чтобы значит шелл выключил печать на экран командной строки а в конце возвращайте обратно все плюсы но это это специфика сорс хата но в принципе имейте ввиду да что главная проблема автоматической публикации из хостинговых всяких движков состоит в том что этих хостинге движки хранят ключи с которыми вы публикуетесь что в общем может быть ну такое с этим надо разбираться надо разбираться с безопасностью ой совсем мало времени давайте мы сейчас еще об обсудим публикацию нам да тут говорит что в том же гитхабе например есть логика если у вас это самое пропалился секретный ключ что анализатор логов понимает что у вас пропалился секретный ключ его оттуда выковыривает это правда ну естественно собственно сказать ничего такого нет потому что там все это минимально для вас это правда значит там вообще себя и такой еще очень примитивный я поэтому его использую чтобы можно было его объяснить на пальцах просто шел скрипты так последняя на сегодня тема я надеюсь я успею хотя бы начать это риды dogs риды dogs это платформа для публикации документации написанной на сфинксе в основном вы можете зарегистрироваться на лиды dogs и просто логи мы логином от гитхаба например и это кстати часто удобно потому что между гитхабом риды dogs им есть всякая интер интер операбилити они там друг с другом умеют автоматизироваться по тегам еще почему-то ну в общем чем этим заниматься нибудь вот давайте мы сейчас удалим этот проект вот этот там удалим его удалить не всегда я уверен вот значит вот мы зарегистрируемся на риды dogs говорим импортировать проект еще раз это место куда публикуются документации написанные на сфинксе более того она там генерируется то есть вы говорите вон мой гид репозиторий в нем есть сфинкс найди пожалуйста где он есть конфиг пэд сфинкса найди из него собери само ну ладно говорит она ща так он спрашивает не робот ли я будет показывать мне велосипеды велосипеды еще велосипеды как-то не задолбал почему он не спрашивает про робот я не я не робот а это велосипеды вот импортили сручную название давайте его отсюда и вытащим за место сорс хатина наша сорс хатина сорс хатина вот назовался он будет вот так да у рыль у него будет вот он это он же прям он же тип репозиторий гид ветка по умолчанию мастер все поехали у него ничего нету сборки у него нет ни одной нажимаем на кнопочку значит все что я сделал добавил гид что он делает сейчас сейчас тел делать клонирование склонировал за чекаутил на всякий случай удалил все 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 весь трэш запустил вертолэнд дальше установил setup tools дальше установил сфинкс и к нему еще ту самую редодоксов скую тему дальше посмотрел на и на сетапу на конф пыль ну посмотрел да дальше создал html сказал сказал билд html дальше получи пдр сделал по моему да он еще сделал он сделал еще и пдр все создал вот вся такая же командная строка примерно как мы с вами делали только вот начиная отсюда он еще и создает пдф и еще чего-то с помощью лотеха все горит все готово давайте посмотрим что тогда эта документация к нашему семестровому проекту это его api вот ну короче прям все чики-пуки вот у нас осталось три минуты буквально видимо я не буду это делать хотя конечно идея хорошая вот сюда надо положить те картинки которые мы хотим чтобы в пупы были видны в редодокс их надо положить и на них ссылаться и все как правильно говорил как правильно говорил я так думаю руро да значит что у у вас должно быть место где вы ходите картинки вот место где вы ходите картинки просто засуньте их в вашу документацию опубликуйте документацию и сошлитесь на нее из людьми и все будет хорошо что я могу сказать мне кажется что я успел за сегодня рассказать все что хотел на этом мы потихонечку сворачиваем уже скоро сессия сворачиваем наш разговор про разработка на питоне как вы понимаете which a не рассказал по разработку на питоне это бесконечно много а то что я рассказал про разработку на питоне и это канечное число Поэтому, да, что хочется заметить по этому поводу, по поводу того, чем мы занимались в течение этого семестра. Главное мое ощущение, что питон очень стремительно, инфраструктура разработки под питон очень стремительно развивается. То есть каждый год, когда я читаю лекции про разработку на питание, мне приходится заново готовиться практически ко всему, потому что, ну кроме такая интер, которая не меняется. Вот, потому что прямо под моими руками, значит, одно превращается в другое, возникают и исчезают какие-то проекты, изменяется синтаксис, изменяется, ну короче, это очень живая штука. С одной стороны, это хорошо, потому что это означает, что пока что процесс не остолбенел и он не будет тонуть в прошлом. С другой стороны, это означает, что вам, как людям, которые потенциально собираются этим заниматься, надо постоянно держать себя в тонусе. Ну вот меня, например, лекции держат в тонусе. Если вы никому не пытаетесь объяснить, как это делается, вы можете застрять на каких-то прошлых, позапрошлых, позапозапрошлых, инкарнациях вот этого безобразия. Вот. Главная проблема, которой мы только частично коснулись сегодня как раз в лекциях разработки, состоит в том, что либо вы все делаете на питоне и у вас все абсолютно в ПП, в инфраструктуре вот этого пакетной публикации есть. Либо, если ваш проект более сложный, будьте готовы к тому, что питоновская инфраструктура дипломента вам поможет не очень. Есть небольшие исключения, главные из которых это бинарные библиотеки, вот типа того самого липосвдкуция, про который я сегодня говорил, потому что под них есть специальные колеса, да, которые могут быть до нескольких архитектур сразу. Но любые внешние зависимости, любые внешние файлы, расчет на какие-то ресурсы, что у вас будут какие-то пакеты стоять в системе, этим всем питон не занимается, и это надо понимать, если вы разрабатываете именно на питоне и только на нем. Однако, повторюсь, Python-C отличная штука, отлично работает, вот пример тому я показываю. И еще один важный момент, и на этом мы закончим, на этом я попрошу задать ваши вопросы, если они есть. Важный момент состоит в том, что большую такую плотную промышленную разработку мы с вами даже не трогали. Мы не трогали тот самый Poetry, который, собственно, часто используют в таких случаях. Мы не трогали настоящий негрущный CI, какой-нибудь гитхабовский или еще более сложный. Мы не трогали Policy для работы в большой команде, мы про них только вспоминали, да, и так дальше. Понятное дело, что все это в виде лекций или в виде там совместных проектов на двух человек обычно не работает. Вот, так что неудивительно, что мы этим не занимались. Ну, собственно, теперь все. Если есть какие-то вопросы, я в течение, там, минуты их жду. Вот. А если вопросов нету, то в этом семестре, видимо, мы с вами прощаемся до лета. Вот. Мы с вами не прощаемся, я имею в ютубе, мы с вами не прощаемся в нашем чатике. Я там сижу всегда, когда я возле компьютера. Соответственно, все вопросы и интересующиеся вас вещи можно обсуждать там. Ну, и в частности, можно будет обсудить, о чем мы хотим на следующий семестр, потому что лекции про питон базовый мне порядком уже поднадоели. Я хочу кого-нибудь построить, но, видимо, в следующем семестре не получится. И в следующем семестре я опять читаю лекции про базовый питон. Вот. Ну, хочется что-то еще. Все. Тогда, значит, на этом, собственно, всего доброго. И до новых встреч в эфире и в следующем семестре.